Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Вот почему с химерами не надо драться... Потому что они, блин, все засирают... Тоже как зеленые драконы... Я думаю, вот три некромансера... Может убью... Вот сначала некроманты, короче, вжарили под 30... Каждому... А потом еще и эти начали срать... Никаких больше врагов коэмагаргун... Каждый гибель. Продолжение следует... Впобеда... Продолжение следует... Идет... Продолжение следует... 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 Приходишь в гостиницу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто-то не понимает, что я делаю, я ищу определенных противников, которых просто убивать. Точнее так, я прихожу в замок, поднимаю тревогу, начинают спавниться монстры выше уровнем. Я нападаю на всех, кого вижу, и если там даргоны, в основном, основной часть составляют, то я сражаюсь, либо если меня не отпускают, например, как сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну здравствуйте! Привет, Трапик! Субтитры делал DimaTorzok Ну вот сейчас они меня сбивают просто. Поэтому я ищу только определенных врагов. Бывать не везет. Бывает я не могу сбежать. Кстати я мог сбежать. Надо было заклинание побега сделать. Например. Там у магов есть заклинание побега. У моих текущих уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если сравнить сколько опыта мне дают за победу над этими сильными противниками и над обычными. Обычные в основном где-то в районе 200, а за этих 2000-3000 могут дать. То есть это прямо в разы больше. Неудобно фармить. Субтитры делал DimaTorzok , неудобно фарм, который прекрасно. И главный. Неудобно фармит. Важно, просто распормируем. Продолжение следует... 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 Гаргоны вообще, по-моему, не атаковали ни разу, а только дышали этой хренью. Она ничего не делает. Привет, Эдворьер, добрый вечер. 4 тысячи опыта. Лейт-мейл плюс 2. Если она не проклятая, это бомба. Ну-ка, пойдем отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Непроклятая 3750 продажа стоит. Скорее всего, она просто даст мне на 2 больше брони, чем раньше. Давайте посмотрим. Кассу Береса 11 брони. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что это не для всех броня тяжелая. Что у нас по опыту? Субтитры сделал DimaTorzok Просто они в камень не превращаются. Они обычно получают опыт просто. Субтитры сделал DimaTorzok Да, Омега-Х, что-то такое у меня там написано. Или ты рекламируешь какого-то стримера BRS441, и я не привязываю рекламу. Спасибо. 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 Ретро? Да кто ретро смотрит? Кому это нужна? Пиксели? Интересно, не усилится ли я лэву качну. Ну что-то определённо их было всегда по трое в паке, пока я там кому-то не поднял левел. Они подумали, что можно теперь и по четверо мне совать. Продолжение следует... Продолжение следует... Надо было убежать просто... ...магом. Продолжение следует... Теперь мне придётся идти... ...присеть всех. Но эти заклинания вражеские тоже такие же непредсказуемые, как и мои. Ну когда у тебя заклинание наносит от 3 до 30 урона. Как это назвать? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...привет не существующий добрый вечер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...проводолжение следует... ...проводолжение следует... Продолжение следует... Тут дело... Может боёвка-то и ничего, но... ... ...из-за того, что ты... ...такой слабый... ...и до уровня здесь... ...короче... ...долго фармить... ...т Wochenende... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Вот эти ассасины, они в целом бьют мало. У них есть шанс ваншотнуть, просто килл и всё. И там есть ещё и экзекьюшнер или что-то такое, они тоже так же умеют. Мегаикс какой-то, кажется, что низкий, кажется, что низкий, только конкретно непонятно. Именно ваншот. Там даже хп в ноль не убавляется. Там просто статус смерть. То есть у тебя 43 хп и ты мёртв. Например, так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И тут, короче... Да, да, Мегаикс. Такое может быть. Теоретически. Точно такой же пак же, правда? اجмога... Я тоже kau Sensei. Я забыл. А нет, я вспомнил. Черочно. Короче, статусов, статусных эффектов куча. вот иногда пишут dead или killed что-то такое вот тогда воскрешать только к этому ввести жрецу в город а если типа упал то при отдыхе он поднимется скорее всего ясно я не знал сначала разницы она короче есть а я не знаю мегаикс иногда просто чему-то это не работает не знаю может быть я не замечаю что после падения вы еще там добивают вот сейчас поднялся последний раз вот 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 Не, нафань, у меня кач быстрее пошел Мне даже это нормально Ботя, расскажи, кстати Что там, ты все захарич В заголовке стрима благодаришь А я не понимаю Хоть надо же знать заслуги Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok От этих я сбегу, пожалуй Не хочу, чтобы Химера сейчас сожгла нам 4000 опыта Это вы че? Субтитры сделал DimaTorzok А, ну это тогдашний раз, да Я думал, вдруг вы снова туда гоняли Субтитры сделал DimaTorzok Да, давайте пойдем сохранимся Все равно тут, короче, энкаунтеры закончились Основные, на которых я фармлюсь Нужно ресетнуть Правда, не знаю, в какой момент это ресетится Может, в момент выхода из локации Понятно, Боти, понятно Да, я тут, короче, два дня дома сидел Теперь на удаленке буду В ближайшие две недели Может быть, из-за этого буду больше стремить Это не точно Диа-каунтеры Мơ-каунтеры Моя-каунтеры Нужна Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... а в плюс один маленький щит плюс 2 интересно до скольки я здесь буду зависать парнись в этом злачном месте в принципе если не есть несколько горгон то я уже рассматриваю этот папка вот который можно гасить будете наверно еще не понимаешь что происходит я поэтому расскажу немного короче я нашел какой-то замок в замке короче разбросанные такие клетки на которые если наступишь то срабатывает тревога и все паки в замке усиливаются и паки врагов вот я специально наступаю короче на эту ловушку и потом иду фармить на усиленных паках потому что на них очень много в сравнении с обычными сейчас дают опыту и по в десять раз больше то есть я могу 10 обычных паков убить которые просто сидишь тратишь время нажмешь одну кнопку могу один нам сильный я типа какой мне план примерно подфармить здесь так чтобы я вообще себя хорошо ощущал пойти дальше карты рисовать то за замес да тут как бы не рассказывается особо история я бы сказал то есть тут по-моему даже в начале игры ничего не пишут вот мануале написано что вот есть какой-то секретный храм или что-то такое и вот открою его тайну как руки открывать и вот тебя выбрасывают в открытом мире тут не очень много всего на карте интересного но на каждом куске карты есть хоть что-то есть смысл обследовать я нашел какой-то один квест еще какой-то вот заключенных освобождаю непонятно зачем это мне даст в основном я сейчас гриндю последние то восемь в этой локации и она еще удобно она рядом с городом находится долго удобнее только если она прямо в городе было что в городе тоже на тебя паки нападают что это смарт-ландо да все нормально как у тебя ну какая-то клерик бит 1500. Наверное, на Клерика можно найти. Неплохо. Я тоже в ближайшие дни на удаленке буду. А там уже посмотрим, как с этими вирусами будет. Маленький щит плюс два. Не знаю. Где же Марио Мейкер? Да, надоело мне. Я не могу слишком долго в одно и то же играть. Это всегда. У каждого, правда, свой порог. У меня так было с первым Марио Мейкером. Так, оставь я не попробовал продать. А то сейчас проклятую фигню надену. Только деньги выкину. Тут есть проклятый шмот, который надеваешь, а потом не можешь снять. Пока не заплатишь кругленькую сумму. Но у него есть один нюанс. Проклятый шмот нельзя продать. Я так определяю. Да, и проклятые вещи не дают статы. Как ты догадался, Боти? Данки Конг Наст Наст, это бомба. Там очень хороший платформер. А еще, когда на тебе проклятая вещь найдена, надета, ты не можешь в гостинице сохраниться, тебе начинают оттуда. Второй жесткий, да, я где-то его 7 или 8 часов проходил. Большой щит плюс 2, либо... Какие тут щиты вредят? Большой щит плюс 2. Большой щит плюс 2. Большой щит плюс 1. Маленький щит... Маленький щит... А-а-а-а... Во-первых, мы придадим вот эту штуку присту. Во-вторых, мы посмотрим, не лучше ли маленький щит плюс 2, чем большой щит плюс 1. Да, эта фигня надевается. Магиряна, тут прикол в том, что ты не можешь понять, хорошая она или нет. Вот ты видишь, вот, большой щит плюс 2. Ну, он лучше, чем большой щит плюс 1 на 1 брони, например. Думаешь, о, круто, сейчас поменяю. Надеваешь, увидишь, что у тебя брони стало еще меньше. Понимаешь, что ты надел проклятую вещь. Вот так это работает. То есть проклятые вещи вообще ничего не дают. Из-за того, что я понял. Они как раз тебя заманивают, типа, во, предмет лучше, чем твой, кажется, ну, по названию. Надеваешь его, торопишься, надеваешь, понимаешь, блин, опять мне подловили. Давай, смарт-1, удачи. Так, посмотрим, сколько со щитом у них. 9. Если снять. Туда тоже, наверное, сейчас будет 9. Туда тоже 9. Ну, не знаю, ну, пофиг. Тогда. Тогда. Что там? Тридцать тысяч Берусу, Сони двадцать четыре, Сейджу левел, девятый левел, пират Сейдж, Пирана тоже, пятый уровень магии Преста, этим пятьдесят восемь тысяч, то есть мы им два уровня сегодня вкачали. А у Береса и у Сони все медленнее, просто потому что они в камень превращаются часто, или дохнут, но в основном в камень превращаются, поэтому клирика. Так, послать рой насекомых, убийц, сотик врагов, нанеся от двух до двадцати урона. Действует только снаружи, не может пещере это сделать. Потом заклинание, которое снимает все, кроме смерти и окаменения. А есть интересное заклинание, которое пытается всех монстров параличной, на всех наложить. Но в целом паралич, наверное, интересный. Я не посмотрел, сколько до уровня, до уровня десять. Ребятам, наверное, тысячи сто уже. Семьдесят пять, семьдесят три. Не так много, по-моему, там семьдесят было. В прошлый раз тысячу. Ну и, в принципе, лут, короче, с этих врагов тоже неплохой падает. Интересно. Золото много, ну вот я просто вкинул сколько там, двенадцать, что ли, тысяч на уровень каждому. Меня даже не спросили, сколько у меня вообще сейчас. Пять тысяч у Берс. Две тысячи восемьсот у Сони. Шейджа сто семьдесят. Две пятьсот у Ригеля. Две шестьсот у Лилак. Две шестьсот у Лилак. Ну, не так много осталось, в принципе. О, четыре горгоны. Это наш клиент. Да, блин, Сони, ну что ты так быстро в камень? Да, влияем. Вы, шестьсот у cumin... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я проверил, рой насекомых только снаружи действует... Ну, паралич нормальная... Продолжение следует... 30 урона... Как меня превратили в камень, нужно топкать в город... Две пятых... Ура, товарищ! Причем... Это же непонятно еще... Сколько здесь... Чего нужно делать... Я не знаю, как Mexican Runner проходил... Поделать игру... Я неправильно это делаю, не так как он... Я не знаю... Я не знаю... Продолжение следует... Продолжение следует... Каждые два уровня магам и клирикам открывают новый звук заклинаний. У остальных просто статы поднимают, причем статы поднимают, ну, типа непонятно, заклинание все равно от 3 до 30 написано. Ну, в каком-нибудь ужастике мне бы страшно было. Тут я не ощущаю замкнутость. Да, у меня вебка зависла. Можно ее оставить, равно никакой разницы. Когда я играю. Давно, кстати, не зависала. Я еще нападаю только на определенные паки, просто потому что за остальные дают меньше опыта, но проблем с ними, короче, равно больше. Когда какой-нибудь зеленый прокон просто огнем дышит на 60 хп всех, вот эти воздушные элементы могут сделать, чтобы твой персонаж убежал из страха. И все, я говорю, как смерть. Давай, спокойной ночи будет. Спасибо большое за рейт, спасибо, что выглянул. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok